Приветствую всех! Сегодня мы разбираем этого грязного БСД рейсинга Как он? Рокет называется? Рокет трак Доберемся сегодня до истины Посмотрим, что да как у него, долго ли он разбирается Что у него внутри, какие шестерни стоят Гоняет он нас на гидриде Поэтому сейчас будем смотреть Подставка для этой машины не очень подходит, конечно Тачка мелкая, подставка для восьмого масштаба О, это вот так мы открутили, смотрите, прям полностью снимается Отлично Это нам упростит задачу Осталось отсоединить мотор Если кто не в курсе Значит здесь у нас установлен коллекторный движок То есть если вы поставите потом Здесь мы видим, да, разные цвета Если поставите, допустим, красный с желтым Черный с синим И мотор будет обращаться в обратную сторону Просто поменяйте два провода местами И все И проблема у нас сразу уйдет Так, давайте сейчас вот это вытащим И посмотрим, что же там за регулятор у нас стоит такой В магазине написано было влагозащита Но я бы не стал доверять здесь китайской влагозащите Поэтому лучше не экспериментировать А, кнопка у нас Потому что мы видим, что приемничек у нас здесь Не герметичный Вряд ли он там внутри пролит Каким-либо лаком Поэтому я бы не стал на нем гонять Ну, регулятор скорости Возможно Возможно влагозащитный Но Не стоит Надеяться на китайцев Так Здесь начнем тогда А, нам сначала надо задним бамперсом Бампер снимается очень легко Винтики куда-то улетают Теряются А, вот и наш двигатель Может так будет, лучше видно Теперь открутим здесь Как мы видим Проблема у данного автомобиля есть В том, что сюда попадает песок И начинает стачивать наш пиньон Пластиковый, замечу Со спором Ну, спор обычно всегда пластиковый Но пиньон здесь пластиковый Поэтому следите за этим местом Если услышите, что Что-то начало там Вот так вот работать То Открывайте и прочищайте Либо полностью нужно это место закрывать Чтобы сюда ничего не попадало Это как бы, да Такой минус Минус есть Ой, не подлезть Так, первый амортизатор готов Второй амортизатор Вручную придется По-другому не подлезть Еще минус Хочу сейчас заметить Сейчас я вам его покажу Ну, в принципе, я снимать не планировал Давайте так покажем У данной бюджетной модели Не подшипники А втулки стоят Это минус На самом деле Это минус Так Чтобы вам видно было Сейчас, значит Здесь-здесь Мы открутим Это здесь Это здесь Ага Снизу еще Давайте снизу сначала Шаська пластиковая Как мы видим Все удары Здесь Отчетливо видно Но в стоке У нас стоит коллектор Так Прочистить Так И задний Так Если мы здесь снимем Ну, давайте Сразу сверим Длина одинаковая Поэтому можно потом не мучиться Все Снизу мы открутили Все, что возможно Только было открутить Теперь нам осталось Здесь понять Как это разбирается Так Снять бабочку Наверное придется Крепление Для нашего аккумулятора Который не помогает Он не держит аккумулятор Не будем снимать бабочку Нам она не мешает Поэтому пусть останется Ой Вот так вот это делается На самом деле Все И все Мы получили полностью Доступ Теперь будем смотреть Значит Зазор Мы регулируем Вот здесь Вот этими двумя винтами И нам теперь Нужно открутить И посмотреть Что у нас творится Там внутри Еще один улетел Еще один улетел Ну как я вижу Здесь у нас Все пластиковое Смазки здесь Незаметно Есть Есть какой-то Микрон Но очень мало В принципе Оно и без Смазки Вся коробка Это может работать Но Как мы видим Наш коллекторный Движок Ничего не испортил То есть Все здесь у нас Как новенькое Все функционирует Поэтому Никакой Замены Здесь не требуется И И китайцы Себя неплохо Показывает Да Но установка БК системы Сюда я думаю Лучше не ставить Потому что Пластик Его может просто Быстро Очень сточить И все это дело Разорвать Здесь опять же Мы видим Что установлена Втулка То есть Здесь у нас Нету никаких Подшипников Все на втулках Весь автомобиль Ну В принципе Это не удивительно Тачка бюджетная Да Смазочка есть Но совсем чуть-чуть То есть При желании Можно сюда Гриза Капнуть И сейчас Мы посмотрим Еще что Здесь в дифференциале Прошу заметить Что здесь У нас стоят Подшипники То есть Не втулки Как там Да Сейчас мы Доберемся Посмотрим Какой нам Туда нужен Тверточка И посмотрим Что у нас Там внутри Творится Тут очень тяжело Раскручивается Наверное Шариковый Здесь Стоит Сейчас мы увидим Сейчас мы увидим Оооо Даже есть Это Фиксатор Резьбы Понятно Почему тяжело Ну да Здесь у нас Установлен Шариковый Дифференциал Смазочка Везде есть Но в принципе Нареканий Не вызывает Все работает У нас Поэтому Сюда можно Не лезть И обратно Закручиваем Собирается Все у нас В обратном порядке Это уже Неинтересно То есть Тачка у нас В принципе Легко разбирается Быстрый доступ Но если Коллекторная версия У нас Ее БК не бывает Поэтому Я думаю Сюда Лазить не придется Вряд ли Что-то случится Из-за этих Мелких Скоростей Спереди У нас Остается только Серва Ну и соответственно Вся рулевая Ничего там Интересного Нету Если только Серва Придет в негодность Нам придется Ее поменять Ну здесь Вообще Все легко Разбирается Еще меньше Винтов Поэтому все Вот такой Автомобиль Быстрый доступ В принципе Ко всему Считаю Бывает и хуже Да Бывает и хуже Тот же Труппер Требует Больше Более Времени На обслужение Все Всем спасибо До новых встреч